доброго дня друзья с вами ваш тренер михаил москотин вы на моем канале это видео я решил посвятить профессиональным управленцам я хочу поговорить об управлении людьми и о трех распространенных ошибках которые совершают практически все управленцы неважно начинающие опытные либо считающие себя гуру и профессионалами мы все совершаем эти ошибки и я не исключение давайте об этом поговорим в этом видео окей итак первая ошибка управленцев я называю ее так это ошибка эксперт эксперт или самый умный в комнате очень часто такие управленцы используют фразу следующего содержания хочешь сделать хорошо сделай сам я как-то проводил выступление на одной конференции вышел после выступления в фойе это был какой-то московский бизнес-отель стоял пил кофе ко мне подошла дама примерно 65 лет плюс-минус умная образованная интеллигентная поблагодарила меня за мое выступление и все очень понравилось попросила побыть вместе со мной попить кофе я естественно сразу согласился мы стояли общались и она мне говорит михаил вы знаете мне уже много лет я очень много реализовала разных проектов и бизнесов и я вам скажу такую вещь я поняла самое главное в своей жизни я груда с удовольствием послушаю и она смотрит на меня и говорит михаил запомнить хотите сделать хорошо делайте сами в этот момент я стою улыбаюсь я понимаю что ничего вы милая дама не поняли вы совершаете одну из самых распространенных ошибок управленцев делать что-то за своих сотрудников быть экспертом быть самым умным в комнате у меня есть знакомый который постоянно жалуется на нехватку времени я ничего не успеваю я не могу уехать в отпуск я не могу оставить своих сотрудников на вопрос почему ответ очень простой потому что они все завалят они все испортят они ничего сами без меня не могут теперь давайте порассуждаем почему взрослому образованному человеку выгодно что-то делать за своих сотрудников а я вам предлагаю такую точку зрения если вы что-то делаете вы делаете то по по одной причине вам это выгодно что имеет человек делая работу за своих сотрудников ответ очень простой его эго получают удовольствие я умный я нужный меня никто не может подсидеть без меня никто не может принять решение в этот момент у человека есть иллюзия контроля и ощущение нужности важности значимости при этом эти же сотрудники эти же управленцы они говорят я хочу чтобы люди брали ответственность но они ее не берут все верно они и не берут по одной простой причине потому что им это не нужно потому что вы все делаете за своих сотрудников вы самый умный самый образованный самый рукастый ногастый глазастый и прочее я много провожу тренингов для компании тренингов для управленцев где я вижу эту проблему а чем люди платят за свое раздутое эго эксперта у них постоянно нет времени они ничего не успевают их сотрудники не берут ответственность они не растут и не развиваются эти управленцы не могут найти времени на отдых на фитнес на свою семью потому что они живут на работе потому что они самые умные в этой комнате самые умные в своей группе людей друзья это вопрос выбора до страшно делегировать до страшно довериться другим людям до страшно что они ошибутся когда мы сами что-то делаем есть хотя бы какая-то гарантия что мы возможно сделаем это хорошо а люди могут ошибиться вы знаете у меня когда-то в семье был король омлетов это естественно был я я очень вкусно готовлю омлет готовлю яичницу вот как-то дочка решила приготовить субботний омлет и мне было страшно мне было неловко потому что а вдруг она обожжется а вдруг будет невкусный омлет опять же если она научится это делать то я то уже буду не нужен а это страшно страшно для родителя страшно для руководителя для собственника вы знаете я часто на переговорах разговаривая с собственниками слышу такой вопрос михаил вот вы сейчас тренинг проведете вы их научите они поумнеют и уйдут на что я улыбаюсь и говорю вы знаете гораздо страшнее если они не поумнеют и останутся поэтому чтобы исправить эту ошибку есть одна простая методика обучаете своих людей развивайте своих людей и доверяйте своим людям делегируя свои какие-то задачи полномочия и все что вам необходимо делегировать все отлично это первый первая ошибка быть экспертом ошибка номер два это хороший парень или хорошая девушка таких тоже много на российском рынке управленцев когда руководитель боится обидеть сотрудника когда руководитель боится уволить боится повысить голос боится его о чем-то попросить ему неудобно ему неловко он стесняется вы знаете особенно эта проблема распространена среди женщин руководителей потому что если мы посмотрим на российский менталитет если мужчина харизматичный жесткий может быть где-то даже грубый ответственный причем если он сказал все знают что он точно сделает если он сказал накажу высеку все понимают лучше не рисковать накажет высечет и так далее то если женщина руководитель ведет себя таким образом если мужчина такой как его называют кремень отец мужик хозяин красавчик солдафон в крайнем случае это такой жесткий но справедливый отец а если девушка или женщина ведет себя подобным образом если у нее одна цель в голове если она кроме работы на работе ни о чем не говорит если она жесткая твердая и она нацелена на результат и она его добивается самое интересное она его добивается а таких женщинах говорят очень просто стерва а еще интересней да а никто из вас девушки не хотят быть ни теми ни другими вы хорошие вы прекрасные вы красивые вы добрые вы искренне но только давайте не будем путать работу и жизнь есть роль управленца и иногда нужно принимать жесткие управленческие решения иногда нужно быть твердым для того чтобы добиться результат но проблема многих управленцев что они хорошие мальчики и хорошие девочки и у них прекрасные отношения в коллективе у них минимум конфликтов сотрудники их скорее всего любят и со многими из них они дружат но при этом у них низкие показатели у них низкие продажи люди могут прогуливать люди могут опаздывать люди просто садятся на шею и свешивают ножки и мило сидят и болтают ими почему нужно на хороших мальчиках и на хороших девочках ездят я не говорю друзья о том что нужно быть жестким бессердечным демоном или агрессором нет но есть друзья простая вещь я называю это принцип электрического тока если я возьму вилку и вставлю в розетку потечет ток если я возьму металлический предмет и засуну в розетку меня просто дернет током и неважно двое у меня детей хороший ли я человек помогаю ли благотворительным фондом делаю я что-то хорошее для природы планеты мне все равно дернет током поэтому руководитель это электрический ток он устраивает правила он восстанавливает какие-то границы если сотрудник их нарушает задача руководителя быть держателем этих правил быть блюстителем ценителем этих правил то что он же их создал то же самое кстати друзья с детьми если например у вас есть дети и вы говорите ребенку неделю без айфона а через день уже отдаете ему iphone в этот момент ребенок понимает мама с папой слова не держит можно дальше нарушать правила хулиганить обманывать я не знаю что там делают ваши дети они понимают что родители слова не держит я искренне считаю что лучше сказать что день без айфона и ровно например в 1446 забрать айфон и ровно через сутки в 1446 вернуть айфон и ребенок будет понимать мама и папа не шутят ровно 24 часа я без айфона потому что мы до этого договорились а я нарушил правила слова не держал и где-то допустил какую-то ошибку о которой я знал и сделал я это осознанно или умышленно чем вы будете говорить неделю отдадите через то же самое с сотрудниками не будьте хорошими мальчиками хорошими девочками потому что вы будете расплачиваться результатами до вас будут любить до вас будут наверное считать своим парнем или своей девчонкой но результаты будут к сожалению самыми низкими это вторая ошибка современных руководителей и так друзья внимание ошибка номер 3 3 ошибка современного руководителя называется вера в людей да 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 вера в людей не вера в бога не вера в чудеса не вера во что-то еще а вера в людей это одна из важных ошибок руководителя вы знаете я смотрю очень часто на сотрудника и понимаю что я бы его давно уже уволил а когда спрашиваю руководителя почему у тебя вот этот сотрудник работает руководитель говорит я верю что он одумается я верю что он исправится я верю что он что-то будет делать по-другому но вы знаете я смотрю лишь только на факты если нет продаж если нет результатов если нет договоренности о которых мы с ним договорились создали и он их нарушает какой смысл верить вы знаете для меня как для тренера самое грустное слово это слово потенциал потому что это что-то внутри это то чего по факту нет и это то что часто никогда не раскрылась и никогда не реализовалась и может быть никогда не раскроется и не реализуется друзья запомните вера в людей не является управленческой компетенцией задача управленца управлять людьми чтобы они выдавали результаты чтобы бизнес развивался чтобы компания росла чтобы были продажи чтобы производство было качественным и своевременным вот задача управленца вера в людей не является управленческой компетенцией вы знаете я верю в две вещи я верю в первое есть гениальная штука которая называется испытательный срок мы можем дать человеку испытательный срок и договориться что к этому сроку он должен выдать вот такой то результат если человек этот результат не не выдает простите пожалуйста о какой вере идет речь он не справился он не сдержал слова нам нужно найти другого человека срочно на это же место это первое во что я верю и второе во что я верю когда я провожу тренинги для управления персоналом я говорю фразу которую я считаю гениальной фраза звучит примерно так меняйте людей или меняйте людей я могу вкладывать в человека бесконечно но к сожалению бизнес и моя жизнь они не бесконечны и бизнес может обанкротиться а жизнь может закончиться поэтому я могу договориться с собой и со своими людьми о том что например я вкладываю в тебя вот столько времени столько сил столько денег столько ресурсов и если не будет нужной отдачи тогда второй вариант меняйте людей или меняйте людей первое мы меняем людей меняем их навыки знания отношения а второе если с первым мы выложились на сто процентов а отдачи нет второе я меняю человека на другого человека и это главная задача управленц менять людей или менять людей друзья на этом сегодня все если видео было полезно пишите в комментариях если есть какие-то мысли если вы видите еще какие-то ошибки управленцев также пишите в комментариях вообще у меня есть мастер-класс который называется семь ошибок руководителя эти три ошибки о которых я поговорил они из этого мастер-класса если вы хотите полную версию смотрите у нас на сайте и часто мы проводим этот мастер-класс формате вечернего мероприятия либо бизнес-завтрака также я об этом говорю на тренинге по управлению персоналом спасибо вам огромное подписывайтесь на мой канал ставьте лайки нажимайте колокольчик потому что если вы его нажмете вы будете получать уведомления о новых видео на моем канале спасибо вам огромное с вами был ваш тренер михаил москотин хорошего дня управляйте людьми до новых встреч пока пока а